МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я благодар, что ты начинаешь с причин, потому что... Сам учился. Да, понимание причин – это уже большой шаг к тому, чтобы с этой проблемой разобраться. Потому что если мы поймём, почему ребёнок не хочет учиться, почему ему трудно садиться за уроки, почему нет никакого желания ходить в школу, вот если мы с этим разберёмся, то мы сможем понять, на что нам надо силы свои бросить, что надо изменить, и тогда уже можно будет действовать. Причин, на самом деле, почему ребёнок не хочет учиться, очень много, и это не лень, как ты сказал в первую очередь. Ребёнок не хочет учиться, потому что он устал. Тяжело ему, слишком большая нагрузка. Ребёнок не хочет учиться, потому что у него не получилось контакта с педагогом. Допустим, он его боится. Или же другая причина – у него не случилось контакта со сверстниками. Друзья, да? Да, то есть есть какие-то конфликты в классе, он из-за них переживает, и у него плохое по этому поводу настроение, и лишний раз в школу ходить вообще не хочет. Но это социализация? Может быть, её нужно как-то до школьных лет? Ну, если, слушай, ну ты пришёл в класс, ты же не знал, какие дети тебя там ждут, и не был готов к трудностям, которые могут там возникнуть. Случается такое, что ты вроде бы готовился к школе, но пришёл, и там какой-то сюрприз тебя ждёт. Но мы пытаемся разбираться дальше. Следующее, вот что я уже затронула, это настроение. Вот бывает у ребёнка плохое настроение, причём оно может длиться очень долго. Ну и вы, как взрослые, тоже понимаете, что когда у человека плохое настроение, он не то что учится, он в принципе вообще ничего не хочет делать, и у него вот руки ни на что не поднимаются. Потом бывает такое, что у ребёнка недостаточная уверенность в себе, и давят его взрослые. Да, то есть я не справлюсь, не получится, лучше вообще браться не буду, потому что постоянно меня давят и пилят. Возможно, какой-то вот часть материала не усвоил ребёнок, и остальное уже ему там не накладывается, и ничего он не понимает. Ну, что ходить в эту школу, если я чувствую себя там бестолковым? Но это какой-то дуэт, скорее всего, и родитель, и преподаватель. Абсолютно верно. И бывает такое, что очень часто на желание ребёнка учиться, вот ты правильно говоришь, тут все завязанные члены семьи, и те, кто работает в школе. Если дома плохая обстановка эмоциональная, возможно, какие-то конфликты, или, может быть, что-то просто происходит, вы там переезжаете, младший братик родился, что-то случилось такое, от чего ребёнок, школьник, волнуется, то это тоже будет отражаться на его желании учиться. А если ребёнок подросток, то ко всему тому, что я сейчас перечислила, ещё добавятся... Да, его вот эти вот всякие гормональные всплески, перемены, и у него в этом возрасте ещё такая повышенная... Да зачем мне эта математика? Да, у него повышенная эта чувствительность, он всё очень близко к сердцу принимает, и поэтому ты совершенно прав, у него вообще пропадает какая-то мотивация учиться в этом. Так получается, просто нужно посадить его и спросить, чего тебе не хватает? Ну, на самом деле, это хороший, конечно, способ. Это бы вообще было бы здорово, если бы можно было посадить ребёнка, спросить его, чего тебе не хватает, он тебе сказал, и ты такой раз пошёл по списку, да, всё, короче, делать. Но очень часто бывает, что ребёнок, во-первых, сам не знает, чего ему не хватает, а во-вторых, если это, допустим, младший школьник, он сформулировать не может, он чувствует, что как-то вот плоховато мне на душе, но что со мной происходит? Если его до этого не учили озвучивать свои чувства, то он тебе вдруг вот их не озвучит. Значит, вспоминается сразу видео из интернета, если вы помните, на переднем плане там бутерброды стоят, и ребёнок рассказывает, что я пришёл в школу, я начинаю выполнять ей задания, а она мне говорит, что ещё где моё домашнее задание, для чего я это всё делаю, она меня даже не спросила. То есть он в шоке от всего происходящего, что там с ними школьник. Да, вот поэтому наша родительская задача сделать так, чтобы вот как герой этого видео ребёнок смог высказаться, что для этого надо делать. Хорошо вот ввести такой домашний ритуал. Каждый вечер все члены семьи рассказывают о том, что сегодня с ними произошло. Это может быть за ужином, допустим, каждый рассказывает три события моего дня. Будьте готовы к тому, что сначала будет вот туговато идти, потому что никто к этому не привык, но если взрослые включатся в этот процесс эмоционально, если они будут откровенны, если они будут действительно внимательно слушать ребёнка и рассказывать о своей жизни, то дети тоже в это включатся. Потому что, как бывает часто, ребёнок приходит со школы, мама спрашивает, как дела в школе? Он отвечает, нормально. Нормально. Не самый... Лойку получил, папа спрашивает. Да, да, да. Нет, хорошо. Но получил. И да, вот только про оценки мы спрашиваем, иногда спрашиваем, кушал, не кушал. То есть это всё, что нас интересует. Так вот, этот ответ нормальный, он абсолютно не информативный, а наша задача вот с помощью этого ритуала понять, что ребёнок чувствует, в каком он сейчас настроении. И тогда мы доберёмся вот до той самой глубокой причины, которая мешает ему учиться. Ну, знаешь, как говорится, нам-то этого не знать. Всё-таки преподаватели физической культуры, психолог. Всё нужно делать в виде игры. То есть и детям это нравится, потому что и взрослые включаются, то есть я расскажу тебе вот три своих случая за день, а ты мне расскажешь свои. Мне кажется, это и взрослым тоже интересно. Конечно, это всё переводится вроде в виде игры. Тут и мужа своего вдруг с другой стороны узнать. Узнай, что он сделал сегодня. Да, и супругу что-то донесёт. Если мы всё-таки усадили детей, хотя вот как даже усадили детей, поговорили, как теперь их усадить, чтобы они выполнили уроки? Потому что это, мне кажется, столько эмоций нужно потратить, для того, чтобы выполнить товаши желания. Да, действительно, родители действительно очень много физических... А ещё с этой удалёнкой... Да, да, да. Физических и эмоциональных сил тратят на то, чтобы заставить ребёнка сесть за уроки. Но интеллектуально ребёнку проще включиться вот в эту деятельность, когда у него всё понятно. Вот тот самый режим пресловутый, да, уже. Наверное, надоело всем об этом слушать. Но когда у ребёнка всё понятно, и каждый день одно и то же. Я прихожу со школы в это время, я делаю вот это, допустим, обедаю, отдыхаю. Потом ровно там в 15.00 я сажусь за уроки, ровно на этот стол, и у меня вот тут висит вот такое расписание занятий, я делаю по плану. По выполнению я занимаюсь всеми делами. Ребёнок привыкает к этому вот однообразию, и он меньше этому сопротивляется. Потом ещё дети сопротивляются тому, чтобы садиться за уроки, и как можно дольше откладывают, оттягивают этот процесс, потому что понимают, ничего хорошего от этого процесса не жди. Сейчас ты только сядешь за уроки, как тебя начнут. Давай быстрее, что ты сидишь, что ты копаешься. Будь внимательнее. Что ты тут написал, вот это я тебе сейчас всё красным обведу. Вырываем страницу, переписывай. Да что ты такой бестолковый, все уже сделали, ты всё сидишь. То есть там неинтересно. Да, во-первых, неинтересно. Во-вторых, вот ты садишься за уроки, ты получаешь только негатив со стороны взрослых. Но наша родительская задача принять тот факт, что ребёнок учится. А если он учится, то он в любом случае будет совершать ошибки. Вот нам надо дать ребёнку возможность и право совершать эту ошибку. Если ошибся, не тыкать его носом в эту ошибку, а поддержать, пожалеть, предложить помощь. А если у него что-то получилось, обязательно хвалить. Чтобы ребёнок от этого процесса учёбы получал удовольствие. А не только сидел и думал, господи, когда это уже захочется? Ещё и 11 лет сидеть в вашей школе. Это просто... Не выполнил плохо, постарайся ещё раз сделать. Да, да, да. Выполнил, молодец, вот, держи себе пряник. Совершенно верно. То есть я уже говорила, что ребёнок ошибаться будет, но от того, какую реакцию мы, как взрослые, на эту ошибку будем давать, будет зависеть его желание продолжать дальше, пытаться снова, или всё бросить, забить на эту учёбу. То есть опять всё зависит от нас. Понятно, что за эти 5-8 минут, что мы с вами сегодня беседуем, все причины, по которым дети не хотят учиться, невозможно обсудить. Поэтому я наших зрителей приглашаю на YouTube маминой школы. Там мы записали большой выпуск с психологом, который рассказывает, что делать в этих случаях. Ну, а мы такой лёгкий анонс. Делали, что будет происходить в следующей твоей передаче. В общем, дети, подведём итог, дети учатся, а мы учимся детей учить. Да, лови слова, молодец. Олесь, спасибо тебе большое. И вам спасибо, ребят. А теперь вкусные приёмы. Чем заменить сливки, как убрать запах лука и как сделать уксус ароматным. Все эти мелочи жизни обязательно пригодятся на кухне. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»